Думаю, что они поэтому решили оплатить за 5 минут до 12. И думаю, именно поэтому. Сейчас, ребят, мы начнем. Одну секунду. А что за вопросы? А зачем вы мне пишите в личное сообщение? Можете написать это в чате? Напишите в чате, внизу, под строкой. Не надо писать это в вашем аккаунте. Лариса и Игорь, это вас, прежде всего, касается. Зачем? Туда писать зачем? У вас есть внизу, под самым внизу, есть строка, в которой вы, собственно говоря, пишете вопрос. Не надо здесь ничего придумывать. Но меня кликать там не нужно, мне, по-моему, какие-то внутренние сообщения тоже не стоит. Итак, ребятки-котятки, сегодня мы занимаемся с вами, а точнее, 2 дня. Мы 2 дня с вами занимаемся не паническими атаками и не ВСД. Мы 2 дня будем заниматься с вами неврозами. Вот, письмо от ассоциации пришло, потрясающе. Все вовремя. Мы будем 2 дня заниматься неврозами. Я сейчас объясню, почему панические атаки и вегетососудистая дистония на самом деле не является самим по себе неврозом. Чем это является, я сейчас вам подробно расскажу. 67, ну, по моим подсчетам, где-то около 70 вроде как мне сказали людей должно присутствовать. Я надеюсь, они все-таки до нас дойдут. И давайте какое-то время мы посвятим тому, что я вроде как всем, всем сейчас отмечу, чтобы не было расстроившихся. Потому что хочется, чтобы все-таки участвовали. Спрашивали про запись. Активно, причем, я бы сказал, не бротично спрашивали про запись. Я уже отвечал на этот вопрос неоднократно. Если получится, привет, если получится записать, то запись будет доступна так же, как мы это сделали с Дмитрием Ковпаком в предыдущий вебинар, соответственно, помните, да? Не надо ничего писать, там, кто что пишет. Это не обязательно в данном случае. Соответственно, это, если получится, хорошо. Не получится, ну, конечно, не получится. Ну, вроде как получится. Итак, мы два дня, суббота и воскресенье, с 12 до 14.30 будем заниматься терапией неврозов. Сегодня 2,5 часа. На регламент мы 2 часа занимаемся, полчаса ответ на ваши вопросы в чате. И завтра 2 часа занимаемся и ответ на вопросы в чате. Значит, сегодня у нас тематика. Следующая. Следующая. Самооценка. Методы коррекции неврозофобии заниженной самооценки. Я вам сегодня расскажу, как с детства формируется невротическая история, сам по себе невроз и почему самооценка. Ребят, поставьте плюсик, если меня слышно. Не, на экран можно кликнуть, там я расширюсь сразу, если ты в моем видео кликнешь, я там сразу расширюсь во всю шрифт твоего экрана. Окей, хорошо. Значит, сегодня мы занимаемся самооценкой. Я буду рассказывать вам, почему у 98% невротиков, я бы сказал, ну 98, да и так, чтобы не 100%, да, все-таки не принято 100% говорить. В 98-90% случаев у всех невротических ростов, вот 71, ну вроде все на связи, круто. А в большинстве случаев это проблема с самооценкой. Мы сегодня будем говорить о трех типах неврозов. Как вы знаете, в мире существует три типа невроза. Это невростемия, истерия и обсессивно-психотемическая невроза или ОКР. Соответственно, я сегодня буду рассказывать вам о этих трех типах невроза, как формируется проблематика, связанная с самооценкой, и как потом в жизни люди страдают невротическими расстройствами, именно под которыми стоит проблема с самооценкой. Ну и самое главное, я расскажу в рамках возможного, в этом, во всяком случае, формате, то, что надо делать, то, что предстоит делать. Как говорится, предупрежден вооружен, и дам некоторые рекомендации и некоторые направления, по которым вам самостоятельно придется работать. Сейчас, подождите, вот кто-то до вас опять дойти не мог. Нет, я радуюсь. Здравствуйте. Здравствуйте. Наталья. Наталья. Как я рад? Как я рад? Собаком был. Безусловно. Посмотрим. Ладно. Так. Значит, поехали. Вроде все. Вроде все. Круто. Значит, вот. Будем говорить о неврозах, истерии, невростемии и ОКР. Почему самооценка является самой проблемой у истоков. Потому что, конечно, там напрямую это связано в отношениях с родителями. В частности, в большей степени по моим наблюдениям с отцом. Объясню, почему. Чуть позже, да, объясню, почему. Именно мои пациенты, мои клиенты при работе с неврозом. В большинстве случаев, я бы сказал, в подавляющем большинстве случаев, мы видим именно специфические, скажем так, пока что обтекаемые отношения с отцом, которые в дальнейшем и влияют на эту самооценку. Каким образом, я расскажу сегодня более детально. Ну и самое главное, какую стратегию потом формируют, и самое главное, почему потом возникает тревожно-фоблический расстройство. Окей? Примерная тема понятна? Good. Tomorrow. То бишь, завтра. Завтра мы с вами занимаемся еще одной темой. Она напрямую связана с самооценкой. Она напрямую связана с комплексами. Я ее так как-то особо не называл. Я назвал, выпускал несколько тезисов, для того, чтобы вам было понятно. Тяжело переносить критику, тяжело переносить негативное мнение о тебе, и страшно выступать публично перед людьми. Это второй день. Он такой более... Он продолжение темы самооценки в своей базовой структуре, но он будет более такой секторный, что ли, да? По поводу критики, по поводу мнения и по поводу публичных выступлений. Потому что все это напрямую связано с социофобией, с ОКР. Это напрямую связано именно с этой проблемой, о которой мы сегодня стартуем. ОК? Это всем понятно, да? Регламент наших двух дней. Значит, у ребят, кто оплатил только первый день, у вас есть возможность, если вы захотите, безусловно, на сайте безневроза.тв оплатить второй день завтрашний. Там есть, собственно говоря, кнопка оплаты. Еще, я сейчас забуду, потому что я сейчас увлекусь темой самооценки, и я забуду вам сказать о том, что в течение этих двух дней, 21-22 числа, у всех зрителей, то есть у 70 человек, есть возможность приобрести DVD-курс. Помните, вот... У меня нет... DVD-курс с методичками. Мы его сделали в электронном виде. Там идет работа и с симптоматикой, и когнитивной терапией, и в методичке, и в DVD на видео. Этого нет в YouTube. И 12 вебинаров. Там и депрессии, и ОКР, и неврозы, и вебетатика, и всякие семьи, и секс, и мужской, и женский вебинар. В общем, все эти вебинары, 12 штук, плюс DVD-курс, в электронном виде, где вы получаете просто доступ, и вы онлайн смотрите этот курс, и используете методички, он стоит 4 500 вместо 7 до 700. То есть 4 500 вместо 7 800, собственно говоря, вы можете сэкономить немало денег, это вот в течение этих дней. Я вот к этому больше возвращаться не буду, просто я об этом забуду, а у меня написано сказать вам о этой акции. Вот я вам об этой акции сказал. Все это поняли. На самом деле, я не буду скрывать, что эти 12 вебинаров – это DVD-курс. Если вы их все внимательно просмотрите, произучаете, проработаете, самое главное, особенно DVD-курс с методичками, тогда лично мое мнение и мнение большинства моих зрителей, что вы узнаете для себя гораздо более полно и гораздо более объемно. И даже если вам потребуется дальнейшее консультирование, а скорее всего оно потребуется, оно уже будет носить характер не симптомоцентрированной терапии, и никакого там объяснения про ЛСД, оно уже будет носить исключительно характер четкого понимания, с чем я пришла к терапевту, на чем я работаю, на какой спецификой своего мышления или характера, на какими детскими историями и так далее. То есть эти вебинары, этот DVD-курс позволяет однозначно понять и справиться с определенной симптоматикой и однозначно понять, в чем является главная проблема ее возникновения «Я». Неважно, что это – депрессия, укрей, паника, фобия и так далее. Соответственно, есть у вас такая замечательная возможность. Не надо это делать сейчас. Значит, это можно сделать вечерком после вебинара или завтра вечерком после вебинара. Два дня вы сможете, собственно говоря, воспользоваться этой акцией. Ну и еще раз повторюсь, кто оплачивал сегодняшний один вебинар, завтра сможет его… и сегодня сможет его оплатить, и завтра присутствует вторично. На продолжение. Вопросы будут общего технического какого-то регламента? И мы начнем. Я тебе не рекомендую приобрести только DVD, потому что DVD стоит 5 с чем-то, а по акции 4500 стоит все. Поэтому ты можешь приобрести акцию и просто сэкономишь денег. Вот и все. По этой же акции тебе и DVD пришли в электронном виде. Ты знаешь, Марат, я мог бы это сделать, но я не рекомендую. Мне нравится, когда человек смотрит все 12 тем, и он более полно понимает. Данный вебинар, если я запишу, он будет не в личном кабинете, он будет доступен ссылкой. Нет, только методички нельзя. Ну, смысл какой? С DVD курсом только. Ну, это логично. Зачем тебе только методички? Там же видеокурс на дисках и методички, как отработка, сроку собрания тезисов и таблиц. Зачем тебе только методички? Ладно, я понял. Все, погнали. Значит, да? Ничего не пришлю на Украину, блядь. Украина, когда вы начнете слушать, нормально. Мне просто это интересно. Вы оплачиваете за 3 минуты до начала. Я только что сказал, что, Надежда, это вы оплачивали за 5 минут до начала? Что я сказал только что, что вебинар, что DVD в электронном виде. Чуть тяжелый. Да, я. Ну, круто, молодец. Когда ты научишься оплачивать не за 3 минуты до начала вебинара. Это первое. Это второе. Когда ты научишься меня слушать. Несчастные вынашения. Все, слушай внимательно, что я говорю. DVD курс в электронном виде. В электронном виде это значит, что онлайн доступ. Поехали. Значит, начнем мы с того, вообще, кто понимает и кто думает о том, что... А, подождите, стоп. И еще одна тема. Скоро вебинар будет еще один. Во-первых, если есть ребята из Москвы, в следующие выходные, в следующую субботу, воскресенье у меня будет двухдневный, глубокий, двухдневный семинар в московском институте психоанализа по вопросу терапии неврозов. В малой группе, группа 10-15 человек. Соответственно, кто из Москвы хочет со мной лично два дня поработать в малой группе, от симптоматики до когнитивной терапии, практики когнитивной терапии, милости просим. На сайте уже есть бронирование, собственно говоря, места в группу в Московский институт психоанализа на два дня, суббота, воскресенье. Мы с 10 до 6 будем плотно работать уже в очном формате, так что приходите, приезжайте в Москву, кто хочет в эти выходные, собственно говоря, в следующие два дня можно со мной в аудитории очень плотно взаимодействовать. В малой группе я расскажу все подробно, детально, выкладываю все. Принимать себя таким, какой ты есть, и думать о себе определенным образом, и понимать себя, и истолковывать себя определенным образом. Вот проблема истолкования самого себя в разных ситуациях жизни, и в целом по умолчанию и является, патология является проблемой. Потому что именно оттолкования самого себя, именно оттолкования того, какой я, и происходит дальнейшая невротическая проблема. Good? Understand? Поехали? Поехали. Значит, возникает следующая иллюзия. Значит, большинство из вас, вас почти 80 человек здесь, считают, и большинство зрителей, ну, большинство клиентов отделений неврозов и моих коллег в Ассоциации когнитивно-пуденческой психотерапии сталкиваемся с такой историей. Подавляющее большинство людей приходят с вегетососудистыми жалобами. Или с жалобами, где у них в анамнезе стоит ВСД. Или с жалобами на панику, или с жалобами на тяжелейшее переутомление, или с жалобами на депрессию, или с жалобами на функциональные расстройства, желудок, кишечник, сердце, дыхание и так далее. С жалобами на дисфункциональные расстройства, репродуктивные функции. С жалобами на сексуальные расстройства, эректильные дисфункции, анаргазмии и так далее, и так далее. Ребят, вы не поверите, кто-то оплатил, по-моему, участие в священном обыдании. Вот этот момент, он очень важен. Короче, вот эти жалобы невротического характера, для многих пациентов, лигитососудистые дисфункции, с которыми мы все пришли, вам кажется, что это и есть невроз. Паническая атака – это невроз. Дигитососудистые дисфункции – это невроз. Агорафобия – это невроз. Вот если вы думаете, что агорафобия, паническая атака и ВСД – это невроз, вы глубоко-глубоко ошибаетесь. Объясню, почему. Дигитососудистые проявления и панические атаки, агорафобия и прочие эмоциональные расстройства не являются сами по себе неврозом. Они являются проявлением и последствиями невроза. Вот сейчас внимательно вслушайтесь то, что я говорю. Вегетососудистые проявления по телу, паническая атака, как острый испуг вегетососудистых проявлений, а паническая атака является испугом, а не приступом вегетососудистых проявлений. И лечить тут нечего. Тут надо просто научить человека не пугаться вегетососудистых проявлений. Так вот, вегетососудистые проявления с наличием испуга в виде паники или всевозможные эмоциональные проявления, такие как повышенное беспокойство, повышенное чувство трилоги, это не сам невроз. Это последствия невроза и его проявления телесные, эмоциональные и поведенческие. Телесные проявления неврозов это что? Это все вегетативные и функциональные расстройства. Это понятно? Что вегетососудистая дистония не является самостоятельным заболеванием, так же как выхлопной дым из работающего двигателя. Вегетососудистые симптомы являются последствием и проявлением невротического расстройства. Эмоциональное состояние, подавленность, депрессия, тревожность, повышенная агрессия, это тоже не сам невроз. Это проявление невротического расстройства. Поведение. Повышенная частота проверки. Какие-то постоянные странные поведения. Симаков постоянно в 6 утра засыпает. Такие постоянные проявления, невротические в жизни, проверки, какие-то странные выборы людей, какие-то бездействия, еще что-то. Вот это клиническое проявление невроза, именно проявление, но не сам невроз. Вот это понятно, что вегетососудистая проблема с телом, эмоциональные страхи, беспокойства, испуги и поведение не являются неврозом, а являются его проявлением. Это ясно? Именно поэтому терапия проявлений невроза, спасибо, терапия проявлений невроза обречена на катастрофу или обречена на недлительный результат. Объясню почему. Коротко, паническая атака – это испуг вегетативных проявлений. Вегетативно что-то случилось, как-то напряглось, и вы испугались, подумав, что это инфаркт, инсульт или смерть. Сработало на сне самосохранение, вы его спутали с наличием какого-то приступа или болезни. Пошли обследоваться, болезни нет, а это все продолжается, потому что паническая атака – это испуг. Это не что-то, это не какой-то невроз, это просто острый испуг вегетативного проявления. Лечится это и корректируется очень быстро. Соответственно, само по себе вегетативное напряжение, от которого может что-то развиться, тоже не является проблемой. Проблемой является то, что это вызывает. Это всем понятно? Те же навязчивые мысли о том, что я сойду с ума или кого-то убью – это тоже не главная проблема, это последствия. Ритуалы, проверка, перестегивание, чистота, перепроверение, какие-то странные поступки и действия – это тоже не сам невроз, это его проявление. Поэтому большинство коллег, большинство людей, которые пытаются искать лечение двоеточие и потом по симптомам пытаться искать лечение панических атак, лечение ВСД, лечение обсессии, лечение компульсий, ритуалов, лечение проявления невроза, они обречены на вечную трату денег, на вечные поиски и на длительную потом депрессию, потому что они, естественно, ничего не помогают. Естественно, тебе не будет ничего помогать, потому что зачем ты пытаешься гасить последствия, когда надо гасить основу? Это ясно? Ясно, почему люди годами в интернете пытаются, никто там не может понять, никто не может что-то с этим сделать. Не потому что они тупые, а потому что они просто не понимают, что они не то ищут. Вот если бы в интернет-форуме кто-нибудь когда-нибудь создал бы ветку под названием психотерапия причин невротических расстройств, двоеточие, симбиотическая связь с матерью, нарушенная самооценка, неврастения, нарушенное отношение с отцом, истерический невроз и так далее. Вот если бы там были вот такие темы, то вот это было бы гораздо более правильно. Но в большинстве случаев, как вы видите в интернете, все пытаются искать лекарства от проявлений. И это, конечно, большая ошибка, это их огромное заблуждение, и это их огромная беда. Поэтому, ребятки-котятки, сегодня мы с вами занимаемся чем? Сегодня мы с вами занимаемся одной из главных фундаментальных основ неврозов. То бишь, тем, почему у меня это все началось, и вообще, что же такое неврозы. Это ясно? Да, причинами. Итак, самооценка. Вы уже мне сказали сегодня, что самооценкой вы называете восприятие себя. Мы об этом говорили. Где-то в каких-то авторах вы можете увидеть слово «я-концепция», но дело даже не в этом. Я-концепция, в принципе, это и будет та самая самооценка. «Я», «я-есть», «я-концепция» и «самооценка» – это все примерно одни и те же истории. Соответственно, тут надо понимать, что такое невроз. Я сейчас вам рассказал о проявлениях невротического состояния, но я не рассказал вам о том, что же такое невроз. Как вам кажется, что же такое тогда невроз? И если вегетососудистые дисфункции, паники, тревоги, обсессии и навязчивости – это не невроз, это лишь клиническое проявление. Что же такое сам по себе невроз? Вот я говорю, да, иногда вы невротично, это невротично, это невроз. Невроз не всегда является внутренним конфликтом. Внутренний конфликт является составляющей частью невроза, но не самим неврозом. Внутренний конфликт может образовываться в невротиках, может не образовываться. Но невроз есть. Внутренний конфликт является причиной выхода в симптоматику, но не самого невроза. Ну, смотрите, сам по себе невроз я попытаюсь сейчас вам не научно, в смысле, не так вот заумно, что ли, объяснить, да, а по-простому, по-пацански, что ли, по-нашему, чтобы вы поняли. Например, невроз – это совокупность детских отношений и детского такого опыта и стратегий выбранных ребенком. Совокупность детского опыта, стратегий, которые выбрал ребенок и того, что происходит с ним в реальности. По-простому попытаюсь объяснить. Ребенок в детстве формирует у себя некоторые стратегии, схемы, то же самое понимание себя, то, о чем мы сегодня говорим. Именно это понимание себя, именно эти стратегии, которые ребенок выбирает и учится, или его обучают его в детстве, уже является неврозом. Именно поэтому профессор Фройд считал, что, в принципе, невротик формируется уже к 6 годам. И он, в принципе, был прав. Я считаю, что невротик формируется к 12 годам уж точно. Но в 12 лет может не быть никаких симптомов. Симптомы могут выйти где-то в 20 или там еще во сколько-то лет. Почему же невротик формируется к 12 годам, а симптоматика его, активная вегетатика или беспокойство, начинает проявляться чуть позже, например, во время брака, или во время развода, или во время сессии, или во время работы профессиональной, или во время увольнения, или во время сложного периода в жизни. Что же такое невроз? Интересно, да? Да. Вот невротик сформировался к 12 годам. Проявилось у него это позже. Что же такое невроз? Проявилось у него это вегетативно, панически там он испугался. Верно. Невроз – это формирование определенных стратегий. Именно эти стратегии и это воззрение на себя формируют именно нездоровую стратегию в жизни. И вопрос, ребятки-котятки, заключается лишь в одном. Случится ли в его жизни ситуации, которые не помогают реализовывать эту стратегию? И если эти ситуации в жизни действительно будут происходить, и его стратегия будет нереализована, то вот тут начнутся точно все проблемы. А если даже у нас есть невротик, который в 12 годах сформировал определенные стратегии, но так случилось в жизни, что у него все как-то подфартило, и его стратегии все обошли о противоречии и острые углы, он и не будет никогда невротических расстройств. Поэтому именно с этим связана сегодняшняя популяризация невротических расстройств и их популярность. Потому что современный мир настолько плотен, настолько быстрый, настолько… Это как метеоритный поток, в котором… Вот, представляете, вы летите себе в космосе, представляете, и вам навстречу летит очень плотный метеорный, метеоритный дождь, метеоритный поток. Шансов, что у вас что-то не попадет, практически нет. Ну, они, конечно, бывают. Например, наш замечательный президент, вот он, мы сейчас не будем обсуждать его стратегию, его политику, там, его, но вот как с точки зрения неврозологии, если на него смотреть, вот он является таким уникальным объектом в космическом пространстве, который может пролететь сквозь очень серьезные метеоритные дожди, в него ничего не попадет, он не разрушится. А вы, как вы догадываетесь, он постоянно, каждый день в этом метеоритном потоке находится. Еще успевает там пульбиты выделывать. Соответственно, вот мы с вами в большинстве случаев не имеем таких навыков, и моя работа, собственно говоря, у вас эти навыки развивать. Так вот, что же нас попадает? Что такое неврозы? Абсолютно верно, Татьяна. Невроз не может отсутствовать у здорового человека. У здорового человека может отсутствовать симптоматика или проявление невроза. А вот невроз отсутствовать может только у психотика. У нас есть два заболевания в психотической структуре. Либо невроз, либо невротик, либо психотик. У психотика симптоматика с галлюцинациями, с расщеплением, с отрывом от реальности. Я Иван Первый. У невротика симптоматика вегетативная, тревожная, навязчивая и так далее. Ясно? Человек не может быть невротиком, и лечить невроз невозможно. Можно лишь подкорректировать его стратегии невротические. Можно лишь его научить обходить острые углы. Можно его научить быть более обтекаемым, и тогда в него метеоритный дождь попадать не будет. Вот этот тезис архиважен сейчас. Это всем понятно, что такое терапия неврозов. Это не лечение болезни. И уж тем более юные гении, исцеляющие от панических ажапий, должны это понимать. Что невроз – это история, касаемая именно научения человека работать над своими острыми углами. Чтобы он в этом метеоритном потоке, чтобы мы под метеоритным потоком понимаем. Это ситуация в жизни. Это обычные жизненные ситуации. Работы, отсутствие денег, поссорился с женой, с девушкой, мужчина, парень что-то сказал, уволили и так далее. Понятно, да? Вот все это является метеоритным потоком. Я в метафоре говорю, ребят, окей? Это не значит, что это метеоритный поток. Понятно, что это метафора. Надеюсь, всем это понятно. Соответственно, вылечить невроз невозможно. Это сейчас всем понятно. Можно лишь скорректировать невроз человека таким образом, чтобы в него не попадало большинство жизненных ситуаций. Это всем ясно. Исцеляющиеся от неврозов. Вот это надо понимать. Что вы не должны это... Вы не должны понимать свою проблему как болезнь. У вас есть невротическая история. У вас есть невротическая конструкция, стратегии, которые являются проблемой. Наша задача их подкорректировать. Ребятки, я вам больше скажу. У невротиков огромный потенциал. Хотите, я вам еще больше скажу? Чем сильнее невроз, тем больше потенциал. Вы все считаете, что ваш невроз – это беда. А я вам говорю наоборот. Чем сильнее невроз, чем сильнее потенциал. Объяснить почему? Объясню. Итак, смотрите. Подождите. Сейчас объясню, я понял. Вот так, у нас вот в этой моей руке симптоматика, а в этой моей руке сам невроз. Объясню на одном примере. И вы сразу все поймете, почему чем сильнее симптоматика, тем сильнее потенциал. Невроз, как вы помните, это стратегия человека, который явно со скрежетом пролетает через метеоритный поток обстоятельств. Это понятно. Симптоматика – это последствия ударов. Метеора о нашего героя. Это понятно. То есть, чем больше в нашего героя попадает метеор, тем больше его проявления симптомов. Это ясно? Наша задача – учиться маневрировать и учиться, чтобы в нас не попадало. А если попало, то что? Не так травматично разрушаться. Ясно? И уметь чиниться. Вот чем занимается мировая психотерапия. Уметь выдерживать, уметь избегать, уметь не подставляться. Записали? Выдерживать, избегать, не подставляться. Но не избегать лифтов, а избегать ситуаций, где ты знаешь, что у тебя там есть некоторые невротические истории, и ты прекрасно их осознаешь, и ты прекрасно знаешь. И лишний раз на рожом лезть не будешь. Это такие метки. Например, в нарциссическом личностном расстройстве есть некоторые истории, которые закрыть невозможно. Надо просто научить человека контактировать со своими особенностями и все. Но сейчас не об этом. Так вот, пример. Почему чем сильнее невроз, тем сильнее его потенциал? Опять же, с тем же самооценкой мы сейчас к этому потихонечку переходим. А мы уже к этому перешли. Представьте себе молодого человека, у которого очень сложные отношения с папой. Папа холодный, обесценивающий. Это стандартная ситуация. Я сейчас не говорю про кого-то конкретного. Сейчас многие из себя узнают. Сразу вам скажу. Я-то не знаю, что я про вас говорю и вашу историю рассказываю. Это общесобирательный пример. Окей? Итак, есть молодой человек, у которого сложные отношения с отцом. Отец холодный, дистанцированный. Немного даже обесценивающий. Не обращающий внимания на своего сына. Не обращающий внимания на то, какой он. И так далее. Вот чем жестче обесценивание отца, тем жестче будет сейчас проблема с неврозом нашего героя. Сейчас мы об этом будем детально говорить, окей? Так вот. У этого нашего примера, у нашего героя, достаточно жесткое обесценивание папы. И у нашего героя сформировалась такая невротическая стратегия. Во что бы то ни стало, доказать папе, что я не олень. Проще говоря, доказать папе, что я имею шанс, что меня полюбят. Но полюбят меня только за достижение. И вот чем сильнее вот эта невротическая история, меня полюбят за достижение, тем сильнее его жизненная мотивация внутренняя. Таких людей мотивировать не надо. Они сами кого хочется мотивируют. Это трудоголики. Это люди, которые вечно придумывают какие-то стартапы, какие-то проекты. Это люди, которые постоянно несутся на работу, что-то делают. Постоянно стараются купить что-то новое. То это, то это, то это. Это люди, которые постоянно пытаются достичь результатов в карьере, в работе, в финансах. Они постоянно что-то покупают, они постоянно что-то обновляют. Вот этот момент, он является очень важным, потому что в нем есть как положительный эффект, так и не отрицательный. К вопросу, чем сильнее невроз, тем больше ваш потенциал. Чем сильнее этот сын пытается доказать отцу и всему миру, внутри себе, что он достоин любви, тем сильнее его потенциал в принципе. Проблема в том, что если этот сын не будет уметь собой управлять, не будет уметь управлять своим неврозом, не будет уметь гибко обходить острые углы, он этот потенциал никуда не расходует, он его просто разбрызгает и сотрется. Представьте себе двигатель самолета, турбину, да, турбину, двигатель реактивный, представляете, там идут реакции, соответственно, и сзади двигателя что находится, чтобы самолет летел? Прямо, во всяком случае, там находится сопло. Да, в реактивных самолетах точно так же. Чем уже сопло, тем, соответственно, что? Больше сила. Вот вы должны понимать, что ваша задача, вот эту термоядерную реакцию под названием невроз, не просто понять, не просто научиться ее управлять, но еще и сделать так, чтобы у вас было сопло, которое при необходимости этот внутренний потенциал осознанно направит в такое русло, что оно полетит с нереальной скоростью, так вы еще этим управлять можете, и вы достигнете таких высот в бизнесе, в карьере, в личной жизни, в семейной сфере, каких только захотите. Вы захотите каких, а не которые захотят ваши родители. Соответственно, управлять вот невротических стратегиями, и вот эту термоядерную реакцию, это и есть наша психотерапия, а вовсе не терапия ВСД и панических атак. Потому что ВСД и панические атаки – это последствия того, что ваш двигатель просто брызгает в разные стороны, у вас ни хрена не получается, вы не понимаете, куда двигатель летит, он как-то сам летает, и вы от этого просто в шоке, мягко говоря. И потом начинаются все тревожные состояния. Ребята, пример, пример, и пример понятен, почему чем сильнее невротик, тем сильнее потенциал. Всем понятен пример. Чем сильнее невротик, можно так бы называть, да? Чем сильнее невротик хочет, спасибо, что круто, но я же не просто сюда пришел ваше время отнимать. Сейчас про мать-отец, подожди. Чем сильнее невротик, еще раз внимательно меня слышите, хочет доказать отцу или матери или себе, что его можно любить, то бишь, чем сильнее было обесценивание его в детстве и прочие нюансы, о которых мы сейчас поговорим, тем сильнее его потенциал. Потому что он как термоядерная ракета, которая говорит, я тебе, папа, сука, покажу, я тебе, мама, покажу, я вам всем покажу, я вот докажу вам. Именно об этом и говорит сегодняшний наш семинар о самооценке. А теперь мы переходим дальше. Вот то, что я вам сейчас рассказывал про этого мальчика, условно собирательный, давайте потом. Условно собирательный образ, который пытается доказать, который пытается реализоваться с помощью финансов, карьеры, успеха и так далее, это и есть в основе своей проблемы с самооценкой. Вот это примерно понятно? Какие будут стратегии? Потом я перейду к мамам и папам. Итак, у нас есть три типа неврозов. Первый тип неврозов или первый тип стратегии, которая формируется в детстве, это неврастения. Об этом мы сегодня поговорим очень плотно. Второй тип неврозов, который формируется в детстве путем воспитания, это тип ОКР или обсессивно-психостеническая проблема. И третий тип неврозов, который возникает путем воспитания, это истерический невроз. Вот их всего три. Соответственно, от того, как ребенок вышел из детства, как ребенок сформировал понимание собственной самооценки, кто я. Если парень считает, что я говно и звать меня никак, но меня можно любить, если я получу пятерку, или вот если я Мазерати себе куплю, или Х5, или Гелендваген, вот тогда я мужик, вот тогда я нормальный. Тогда я могу себя уважать и могу себя любить. А вот если этого нету, то все ужасно, то звать меня никак, и я чему последнее, вообще мне здесь делать нечего. Жизнь моя не удалась, и все херово, без этого Гелендваген. Вот это и есть та самая базовая проблема самооценки. Какие же бывают стратегии? Смотрите. У самой популярной истории это неврастыник. У неврастыника стратегия, как я уже сейчас вам сказал, очень простая. Херачить, как раб на галерах, херачить, как папа Карло. Как правило, у таких людей материальные ценности доминируют в стратегии. То есть, меня можно любить и уважать только за бабло, за аксессуары, за машины, за дома. Проблема у этих людей, ребятки, возникает в том, что вот эти стратегии достижения, машины, квартиры, дома, шмотки, они не закончатся. Они не закончатся. Ты сядешь в Мазерати и через две недели скажешь, ну и что в Мазерати? Вот была бы у меня какая-нибудь там золотая ламборгини. Ну и вот сядешь в золотую ламборгини и скажешь, блин, ну была бы у меня, был бы у меня самолет, и ты не закончишься. Объяснить почему? Потому что все вот эти твои достижения, это не твои желания, это твоя невротическая стратегия, взятая из детства. Это не твоя история. Сейчас я об этом буду говорить. Поэтому невротическая стратегия невроза – это достижение целей. Достижение целей, достижение результата. Какой тут может быть поток метеорный, который приведет вас к ВСД, который приведет вас к вегетативным абреакциям, который приведет вас к паническим тревожным состояниям? Ну, несложно догадаться, да? Давайте подумаем. Вот неврозащие никакие метеорные потоки собьют курсы, которые будут заточены на что? Которые будут заточены на профессиональный результат. Конечно, которые всегда будут заточены на профессиональный результат. Это проблемы с деньгами, это проблемы по работе, это проблемы с реализацией каких-то проектов, это проблема достижения какого-то покупки, какой-то сделки. То есть эти люди, они в своей стратегии поставили бабло и материальное в поступление в ВУЗ, да, это интеллектуальная тоже тема. Они поставили себе стратегию, что вот любить их можно только такими. Знаете, сколько я видел пациентов, которые на меня смотрели широко раскрытыми глазами, когда они понимали многие эти вещи, они говорят, блин, слушай, я только вчера, говорит, сидела, говорит, кофе пила и поняла, что все мои, вот эти все мои невротические достижения, я вот, это все вот действительно, что половина случаев мне это не надо. Я покупаю шарф за 20 тысяч рублей не потому, что он мне нужен, а потому что я считаю, что меня за это можно любить и уважать больше. То есть вот эти невротические покупки, вот эти невротические вещи, это такой искусственный впрыск подъема самооценки. Поэтому вся индустрия бьюти, косметологии, фэшн индустрии, это все основано на очень хорошем знании основы неврозов. В основе неврозов лежит заниженная самооценка, и человек будет всю жизнь пытаться себе ее поднимать. И как вам кажется, как он будет ее поднимать? Он будет впрыскивать себе то, за что его можно любить и за что его можно уважать. Естественно, любить тебя можно только за такие аксессуары. Есть потом, ребята, ладно, вопрос. Естественно, любить тебя можно только когда ты такой, такая, и с тем-то, и с тем-то. Вот на эту историю ставит упор косметология, фэшн индустрия, бьюти индустрия, лакшер индустрия и так далее. Поэтому все эти рынки, миллиардные, триллиардные, категорически против развития психотерапии, безусловно, потому что человек, у которого все нормально с самооценкой, у человека, который проработан с помощью консультанта грамотного, человек осознанный, человек четко понимающий, кто он, что ему хочется, а что ему не хочется, он никогда не купит лишнего, он никогда не совершит какую-то импульсную покупку, которая ему нафиг не нужна. Он будет четко понимать, что вот этот шарф 120-ку, ну какого, ну если у него много денег, ему просто нравится этот бренд, эта ткань, он говорит, я покупаю этот шарф за 20 тысяч, потому что вот он сделал там из кашемира, которого, он там, этот кашемир там привозили, вот он такой коллекционер, эстет, тогда это не невротическая покупка. А если он покупает шарф за 20-ку, чтобы намотать его себе на шею, и показать всем, что у него эксклюзивный шарф из кашемира, и теперь он крутой мужик, вот это проблема. Если ты покупаешь машину, потому что ты увлекаешься машинами, ты мечтал о такой машине, тебе нравятся технические нюансы, ты фанатеешь от каких-то моментов, это твое хобби, и у тебя все в порядке, и так далее. Но когда ты покупаешь машину в кредит, только для того, чтобы показать всем, что ты с машиной, и что ты нормальный, вот это проблема. Поэтому тут такая грань будет очень профессиональная для терапевтов, и для клиентов уж тем более. Так вот, невростыник, его невротические стратегии, как это связано с самооценкой, сейчас вот так вот скользь пока, да, это то, что заниженная самооценка с детства, вытоптанная, порождает стратегию, и ее постоянно впрыскивает. И впрыскивать невростыник ее будет чем, котята? Чем невростыник будет впрыскивать? Покупками, баблом, карьерой и достижениями. И упаси его господи, что у него на пути что-нибудь не получаться. Ребята, поставьте плюсик, кто сейчас прочувствовал на себе, что то, что я говорю, ему близко. И следующий тип невроза – это ОКР, или обсессивно-психоэстенический невроз, или обсессивно-психоэстеническое проявление неврозов. Тот же самый невроз. Берем эту самую несчастную самооценку. Того же самого несчастного мальчика, и того же самого несчастную девочку. И предполагаем собирательный образ, что в детстве этого человека воспитывали таким образом слишком нормативно. Ему говорили, что любить тебя можно только при конкретных, интеллектуальных или при конкретных каких-то достижениях. То есть, вот если так, ты хороший, а вот так, ты плохой. Вот так правильно, а вот так неправильно. То есть, если невроза-психоэстеника папа напрочь просто не принимал вообще никакого, вот ты просто не имеешь права быть никаким, то ОКР – это больше папа принимал участие, но он такой, достаточно четко сформулированный папа. Вот за это ты нормальный, вот за это ты дебил. И вот здесь как раз формируется страх показаться дебилом перед отцом. Я сейчас метафорой говорю. Мы сейчас к отцам перейдем очень подробно. Вот страх показаться каким-то идиотом перед отцом или страх показаться каким-то неправильным, будет сформировать сильнейшее напряжение, которое потом сформирует стратегию. Я не должен делать неправильных вещей, чтобы меня любили. Потому что если я делаю неправильные вещи, любить меня нельзя. А как же сделать правильные вещи? И начинается такое сильное напряжение в голове, которое приводит к огромному количеству напряжения. Это напряжение конверсируется потом либо в какие-то поступки, действия, проверки, перепроверки, либо такому человек, вы сейчас внимательно, ребят, суквер, либо такой человек начинает обдумывать собственные мысли. Он же стремится быть правильным и хорошим, да, у нас, помните. Соответственно, ему пришла в голову какая-то мысль полового характера, сексуального характера. Ему пришла мысль про сумасшество, про сумасшествие какое-то, или про еще что-то. И он настолько закомплексован, что он даже мысли себе говорит, ты об этом подумал. А, ебить красиво, ты подумал об этом. А к чему бы это? Если ты об этом подумал, наверное, это не к добру. Ой, а почему ты об этом сейчас думаешь? Черт, наверное, это к чему-то. Наверное, это уже признаки какие-то. Так, признаки, признаки. Ага, вот, я об этом думаю. Твою мать, почему я об этом думаю? Ты не должен об этом думать? Нет, об этом же нормально люди не думают. Как же об этом не думать? Нет, а если сойдет с ума? Нет, я не должен с этим бред. Почему мысль о том, что с ума сойдет с ума пришла? Нет, мысль о том, что сойдет с ума, она не должна быть на голове, иначе я точно садю с ума. Хоже, что она усиливается. Да, вдруг я точно... И вот так далее. Да? Ну вот, добрый вечер. В чем причина? Причина заключается как раз в том, что слишком сильная ошибочная стратегия о том, что звать меня никак по умолчанию, но любить меня можно только... Да. Но любить меня можно только при выполнении определенных норм и правил и является еще одной проблемой. Вот это понятно, что опять же нарушенная самооценка, прикрепленная к нормам и правилам, то есть если у нас неврастемия, это нарушенная самооценка по умолчанию, звать тебя никак, ты говно по жизни, а-ля докажи, что тебя можно любить, и он ломанулся, но доказывает. Второй вариант ОКР, это что? ОКР, это заниженная самооценка, но которая имеет хотя бы какой-то плюс-минус, за что я нормальный, за что я ненормальный. И третий тип невроза, это истерический тип невроза. Да? Соответственно, вот в истерическом типе невроза немножко по-другому преломляется проблема с самооценкой. Там может быть абсолютно теплое отношение с отцом и девочкой, там могут быть абсолютно теплое отношение с отцом таким образом, что это теплое отношение папы, или бывает холодное отношение, то есть два будет варианта. Либо папа был настолько участным и настолько сильным примером, как надо любить меня, что все остальные дебилы, которые так не делают, это априори идиоты. Вот любить меня надо так, я сказал. Вот меня папа так любил, и вы любите меня так же. Я звезда. Корона у меня царапает все потолки. Любите меня не меньше. Вариант номер один. И вариант номер два, когда опять же в истерическом неврозе, в истерическом детстве формируется понимание у девочки, что обычно это формируется в какой-то конкурентной борьбе, это бывает связано с сестрами, с братьями, это бывает связано с каким-то периодом жизни в семье, где от ребенка резко каким-то образом уходит внимание. Это внимание смещается либо на новорожденного младенца, сестру-братика, либо это внимание смещается на работу, вот в семье, например. Ну, она же ей два годика, и что, пойду-ка я поработаю, пусть везде дом посидит. Это внимание смещается на карьеру. Папа у нас работает. Это внимание смещается таким образом, что ребенок начинает голодать. От этого фактически требуя к себе внимания. И вот это требование к себе внимания породит стратегию как раз истерическую. Таким образом? Стратегию такую, что девочка начнет требовать внимания. И требовать внимания, она начнет прежде всего внутри себя, не осознавая этого, формируя огромное напряжение со словами «Вы должны меня любить», «Вы должны так», «Ну почему вы это так не делаете», «Вы должны так», «Я сказала так меня любите», «И так меня любите». Потом эта девочка будет расти, ее требования, как ее должны любить, будут все вырастать и вырастать, в результате получается жестокая истеричка, которая расплачивается за этим огромным количеством вегетативных, тревожных и прочих проявлений функциональных. Потому что любят ее не так, как она хочет. Закончили с тренотипами стратегиями, поехали к папам. И так, самооценка. По-моему, ребята, будут короткие вопросы в Блице по стратегиям, кто для себя, что сейчас коротко прочувствовал ОКР, не в Растынии и Эстрии. Есть то, что вы чувствуете? Да, могут быть смешанные типы стратегии, безусловно. Главное не определить какой, а главное определить что. Понимаете, ребят? Наша задача сейчас не диагностику проводить, у чего у тебя доминирует, а просто напишите, да, я что-то для себя почувствовал. Почувствовали, даже определить, да, можете, что кто-то говорит истерия, ОКР, то есть где-то не это, где-то норма. То есть есть такая. Вот, мне сейчас в формате вебинара, вы же не мои пациенты, вот напротив кабинета. Хаджигат, ну привет. Здравствуй, друзья, привет. Бипи, респект. Значит, наша задача сейчас не диагностировать вас, а наша задача, чтобы вы прочувствовали, что это за стратегия, что же такое невроз, ОКР. Итак, идем дальше. Моя многолетняя практика показывает одну интересную вещь, что именно папа, именно папы являются фундаментом этой херни под названием самооценка. Ребят, потом вопросы, ладно? Именно папы являются фундаментом. Сейчас я немножко потише стану говорить, потому что сейчас будет болезненная история. ОК? Платочки белые, запаслись можно. Ребятки, я буду сейчас приводить собирательный образ, потому что я говорю с компьютером. У меня здесь нету аудитории, и я буду приводить собирательный образ из моих пациентов. И я постараюсь привести такой собирательный образ, чтобы он в тебя попал. Чтобы ты сейчас как-никак прочувствовал или прочувствовала то, что я буду говорить. То, что ты сейчас будешь слышать, является тем, что сформировало в твоем внутреннем ребенке, так скажем, невротическую стратегию, которую ты потом успешно тащишь по жизни и страдаешь. Хочу сразу оговориться, ни в коем случае не надо искать виноватых. Не надо после этого семинара идти и говорить «Папа, ты урод, ты мне всю жизнь испортил». Не нужно. Объясню сразу, почему. Родителей мы не выбираем. Первое. Второе. Родители наши не проходили школу правильных родителей, где надо было правильно вести себя с ребенком и как. Они вели себя с вами так, как могли и так, как умели. И так, как считали тогда нужным на своем невротическом опыте. Потому что у ваших мам и пап свое детство. Понимаете? Они же не какие-то уникальные мамы и папы. Это обычные невротики, как и вы, которые встретились, получился ребенок и как-то дальше стало развиваться. Они ничем от вас не отличаются. Они такие же невротики, ваши родители. Просто то, что мама забеременела, это никак не характеризует и не меняет ничего. Соответственно, ваших родителей не надо винить в том, что они имели определенные невротические специфики. Потому что они тоже с ними, знаете ли, не родились, с этими неврозами собственными. Ваши родители их тоже получили благодаря воспитанию в их детстве. То есть, если уж кого винить, то крайнего, ребят, не найдешь. Знаете, у Вадима Вадимовича когда совещание было, он приводил пример в одном из регионов, где не могли найти крайнего за срывы отопительного сезона. Но он быстро нашел. И там приводился пример, где там это не заплатило этому, а это не тем, а это не знали, а это не то, а это не сюда. Она была длинная цепочка, которая попыталась вести в итоге виноватого. Но Вадим Вадим очень быстро зориентировался, сказал так, стоп, по-другому будем сейчас искать. И суть в том, что если уж искать виноватого в ваших неврозах, то это уж пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра, и то не найдете, потому что это страна, это ценности, это религия, это воспитание, это совокупность традиций страны, религиозных особенностей и так далее. То есть ваших прапрапрабабушек воспитывали так-то, прапрабабушек так-то, прапратакто, пратакто, пра- и так далее, и так далее. Да, Лех, Адам и Ева – вот кто виновен в ваших неврозах. То есть это то, с кого все началось. Видимо, змей был невротиком, и, собственно говоря, он там что-то накосячил, и началось. Поэтому мама, папа не виноваты, они тоже пострадавшие. Это всем понятно? Плюсик сейчас ставим, что не будем сейчас винить маму, папу после сегодняшнего семинара. Окей? Несмотря на то, что вы имеете определенное детство, о котором я знаю. Вот, поехали. Значит, хорошо. Представим себе... Спасибо. Представим себе такой собирательный образ. Это средний эстетический образ моего пациента, и у меня каждый день кто-то плачет. Вы все думаете, что моя работа такая веселая, сел перед компьютером, бабла заработал, приехал в этот город, приехал в тот город, целся, поделал, поделал на Симаковом, там, в перископе поржали. Это такая часть работы, которую вы видите. А ту часть, которую вы не видите, она достаточно грустная, она достаточно печальная. И я хочу сейчас вас немножко прикоснуть к этой работе. Вот клиенты, которые у меня занимаются, они прекрасно знают, о чем я говорю. 90 человек почти. Ничего себе. Вот, значит, представим себе такую собирательную историю. Папа, как формируется заниженная самооценка? Вообще, почему папы? Когда ребенок рождается в первый год-два жизни, главным фактором является мать, которая кормит, обогревает, защищает ребенка в какой-то степени. На первом-втором году жизни папа, в принципе, он ребенком не тестируется практически никак. Вот уже со второго, с третьего года жизни, и уж точно с третьего по шестой год, по седьмой, особенно для девочки и для мальчика тоже, папа вытесняет маму, и папа становится гораздо более значимым, потому что формируется психический аппарат невротика с трех где-то до восьми примерно. Вот этот психический аппарат невротика на сто процентов будет сформироваться, не на сто, чуть меньше, а я все время вот оговариваю себя, что не на сто, чуть меньше, будет сформироваться именно в том, как папа себя ведет с малышом. Давайте про девочек. Папа является фундаментом и стержнем самооценки девочки. Еще раз. Папа является фундаментом самооценки девочки. Объясню почему. Папа является определенным кумиром, которому она безотлагательно верит, которому она прислушивается. С детства, с юности, каким бы он ни был, он для нее главный мужчина, и главная метафора полового увлечения, и главная метафора вообще сути на планете Земля, мальчик-женщина. Он для нее является, я сейчас не буду просто фрейдистские символы приводить, он для нее является главной авторитетной фигурой. И вот если эта главная авторитетная фигура начинает говорить, пасть закрой, звать тебя никак, что это такое, откуда у тебя руки растут, или просто холодно относиться к девочке, когда ей 3-5 лет, по словами «мне это неинтересно», «отстань от меня», или просто не обращать внимания, или просто жестко обесценивать, или просто говорить, кто она, куда ей идти и так далее, вот если папа вот так себя ведет, сухо, дистанцированно, жестоко, садистически, мы уже говорили о трех типах неврозов, да, вот именно поэтому начнутся у девочки 100% проблемы с самооценкой, потому что эта девочка будет понимать примерно себя так, меня любить нельзя, любить меня не за что, я какая-то не такая. У всех девочек папа приходит за мной, за мной не приходит. Если папа тоже не было, то та же самая история. За всеми приходит, а за мной не приходит. Вот Марину папа защитил в песочнице, а мой что-то как-то вот мимо пошел. Она не понимает, что папа мимо пошел, потому что у папы свои там невротические специфики. Она понимает так, что папа не стал ее защищать, потому что она какая-то плохая. И все, что делает папа с девочкой в детстве, напрямую интерпретируется дочерью девочкой не как взрослым человеком, а то, как можно ее любить и за что ее можно любить. Именно так формируется подрыв и формирование главного невроза у девочки, да, в этом плане. И потом она начнет, либо у девочки родился братик или сестренка, и родители переключили внимание. То же самое. В любом случае, папа является сексуально-социальным звеном формирования невроза у девочки и у мальчика. Сейчас про мальчика отдельно. Девчонки, кто на семинаре, примерно, вот поставьте плюс, кто сейчас примерно понимает, о чем я говорю. Минус те, кто не очень понял, а плюс те, кто понимает, что это история. Ага. Кто-то заверет даже. Хорошо. Именно вот такое понимание маленькой девочки, которая ни в чем была не виновата. Она сидела и не понимала, почему папа к ней так относится. Она старалась, она что-то не знала, она порой была растеряна, почему папа кричит, и почему папа уходит, почему папа молчит, и почему папа этого не говорит и не делает. Ребенок маленький, маленькая девочка не понимает, что происходит. У нее нет опыта. Она понимает только так, что она какая-то не такая. Что она какая-то убогая. Что она какая-то недостойная. Понимаете, о чем я говорю? Ну да, папы нету, это туда же. Это туда же провал, потому что мне некому защитить. Меня некого, мне не на кого опереться. Отсутствие отца у девочки и наличие холодного, обесценивающего отца, девочки, девчонки, это фундаментальный подрыв по самооценке. Это фундаментальная проблема, которая папа-алкоголик, да, которая туда, папа-алкоголик отдельная тема, там будет немножко обидно у девочки, у папы-алкоголик. А папа-алкоголик это история, когда я же тебя так любила, я так на тебя надеялась, я так хотела, чтобы ты был моим кумиром, я так нуждаюсь в тебя, а ты вот так поступаешь. И вот эта внутренняя злость на отца-алкоголика у девочки, конечно, сформирует огромные проблемы с мужчинами потом, потому что вот эта потеря папы как кумира в детстве из-за того, что он бухал, настолько сильно сформирует ее стратегии. Знаешь, какая будет стратегия по самооценке у девочки, подождите, у девочки, у которой папа-алкоголик, она будет либо искать мужчин таких же и их будет исцелять, то есть у нее будет стратегия, знаешь, как выглядит, у нее будет стратегия жены-алкоголика. То есть это стратегия взять больного, там будет две стратегии, смотри, либо взять больного и убогого и пытаться его лечить всю жизнь, в кавычках. Ну, например, не обязательно алкоголика, а какого-нибудь такого полумужчину, которого она будет всю жизнь нести. Это вот метафора такого алкоголизированного папы, который вас спасет. То есть у девочки, которая выросла, когда папа выпивал, стратегия спасать мужчин будет. Вот это понятно? Либо стратегия будет такая, что она вообще в корень обесценит этих мужчин, станет лесбиянкой и скажет, да и меня вообще ни один мужчина не дотронется, либо дотронется какой-то не такой, как отец, наоборот, принципиально другой, как отец, принципиально не пьющий, принципиально не такой, как папа. Вот такие будут стратегии в терапии встречаться. Давайте продолжим. Самооценка. Поэтому, девчонки, папы – это фундаментальная история подрыва. Какие потом? Потом. Я сейчас мысли потеряю. Папа – это фундаментальная история подрыва. И вот смотрите, какие стратегии вы выбрали и как формируются ваши неврозы. Вы по умолчанию в большинстве случаев считаете, что звать вас никак и любить вас просто так нельзя. И вы боитесь, что вас бросят. И вы боитесь, что папа вас накажет или что он не будет с вами разговаривать. И вот стратегию, которую вы выбираете, доказать отцу что-то. Это я сейчас про девочек говорю. Или заслужить любовь отца. Или заслужить признание. Оно и будет сформировать заниженную самооценку, потому что ты будешь комплексовать перед мужчинами, особенно которые тебе нравятся. Потому что мужчина, который тебе нравится – это метафора отца. А комплексовать ты будешь только лишь потому, что «а вдруг я папе не понравлюсь, ему же все не нравилось, он же все обесценивал, я же по умолчанию дура». Какая-то «тупая», да. Соответственно, вот эта вот «тупая» – это и будет девизом. И, конечно, такая девушка будет иметь огромные проблемы с общением, она будет иметь огромные проблемы с мужчинами, огромные проблемы с оргазмами и большие проблемы в целом. Вот это понятно? Просто это очень сложная тема психоаналитическая, я пытаюсь ее доступным языком объяснить. На это пять лет у людей уходит в институтах. Я пытаюсь вам объяснить это немного проще. Ложится материал или сложно? Миш, привет. Ложится материал нормально? Менее плюсики пошли. Это вы задумались или что? Угу. Потом вопросы, уточняющие. По поводу папы и девочки, что тут еще можно сказать? Ну, то, что это формирует всю историю и выбора мужчин, и стратегию, кого я потащу. Вот стратегия, кого я буду выбирать. Либо я буду спасателем и буду спасать мужчин. Либо я буду искать не такого, как отец. Либо я буду заслуживать любовь, либо я буду по жизни дерьмом. И вот, знаете, я вот... Здравствуйте, меня зовут Никак. Вы не сможете сказать нет. Вы не сможете сказать нет, я не хочу. Вы не сможете сказать и настоятельность в своем. Вы будете вести себя вот в такой истории про самооценку с папой связанно. Примерно вот так. Ну да, хорошо. Блин, нет, а вдруг обидится. Да, 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 да. То есть на таких людей будут ездить. Такие люди будут постоянно стесняться, говорить нет. И будут потому, что у них в базовом пласту самооценки там пусто. Практически. Почему там пусто? Потому что вот как раз тот самый обесценивающий подрыв отца, тот самый обесценивающий момент, что звать тебя никак, условно говоря, да, вот он будет фундаментом. Как это происходит у мужчины, как это происходит у парня. Здесь еще более интересная тема, потому что папа-сын это немножко гомосексуальная тематика, собственно говоря. Но, тем не менее, гомосексуализм-то он оттуда и идет, потому что вот девочка, она фиксируется на отце, и мама является как вторичным таким партнером, поэтому бисексуальный... Ну, Миша доволен, молодец. Тема пошла, да. Значит, поэтому женская бисексуальность, она в принципе психоаналитически более объяснима, потому что там априори два объекта, да. А вот с мужчинами там немного сложнее. Там какая штука происходит с самооценкой и с папами. Папа для сына становится таким же кумиром. Там идет сначала фиксация на матери, безусловно, да. Грудь, сосок. Кстати, девочки же тоже, да, кормятся грудью, поэтому сексуальный контакт с грудью матери у девочек возникает с раннего первого года. Вот вам первый лесбийский опыт, в принципе, да. Мальчик с членом папы явно не контактирует с первого года, что радует. Соответственно, тут такого опыта нет. И папа мальчику сосок свой тоже никуда не сует. И все остальное тоже, соответственно, у мальчика нет гомосексуального опыта, у девочки есть. Именно этим и будет обусловлено потом естественное порой влечение девочки к девочке. И здесь психоаналитически это более объяснимо. Женская дружба, женская... Не обязательно секс женщины, да. Женская такая близость, что ли. Они могут друг перед другом раздеваться. Мужики, которые друг перед другом могут раздеться, это менее часто, чем все-таки девочки. Соответственно, это и связано с первым самым опытом девочек. Мальчики, у них такого опыта нет. Так вот, что там происходит. Мы сейчас не об этом сегодня. Мы говорим о том, что мальчик после контакта с матерью начинает на втором, на третьем, четвертом, пятом, шестом годах жизни, опять же, фиксироваться на отце. Отец для мальчика является авторитетом и кумиром. Он является для него примером для подражания. Учителем, наставником. Чьё слово, опять же, определяет его как личность. Внимательно сейчас послушайте. Слово определяет его как личность. Что девочку отца, отец. Что мальчику отец. Слово отцовское. Вот если у нас 90 человек, да, сейчас. Вот мужчины, у кого будут дети, или у кого в планах, или у кого есть. Пожалуйста, думайте, что вы говорите своим маленьким деткам. Вот с двух до семи ваши слова могут, какое бы у вас ни было настроение, какой бы вы ни были невротик, я вас очень прошу, думайте, что вы говорите своей дочери. Потому что ваши слова формируют ее самооценку. Расчеши иди волосы дочери на ночь, папа. Ты не представляешь, как она, насколько это впрыск в ее самооценку. Сейчас я к мальчику вернусь. Папа расчесывающий волосы девочки, гладящий ее по голове со словами «ты моя принцесса». Это то, чего не хватает половине вебинара. Хотите, я эксперимент проведу? Напишите плюсик сейчас те девчонки, которым не хватило, что папа расчесывал волосы ей на ночь и говорил, что она у него принцесса и самая красивая. Теорема доказана, по-моему. О, поняли? Ну все, вот вам эмпирический опыт. Вот это и есть то, что надо делать папам. Если кто-то хотел задать вопрос из мужиков по поводу воспитания, вот слушайте, или девочки, у кого мужья есть, им передайте это, пожалуйста. Просто приди вечером к дочери, расчеши волосы, скажи, что она самая красивая, что она принцесса, прочитай долбанную сказку по принцессу, еще про кого-нибудь. Эта мелочь настолько поднимет ей самооценку. И если ты будешь это делать регулярно, ну мысль противная, ты уже взрослая. Я же не прошу, чтобы тебе сейчас папа волосы расчесывал, когда тебе 40. Я сейчас говорю про девочек маленьких, уже поздно. Понятно, что противно. Понимаешь, Антон, не мешай. Антон, кстати, мы с тобой на выставку поедем, вот из семинара, если хочешь, напиши мне папу. Папы, слышишь, те, маленькой дочери своей, просто подойдите, расчешите волосы, обнимите, скажите, что она самая красивая. Что она самая молодец, что она принцесса, чтобы она никого не слушала, что папа ее любит. И он любит только эту девочку. Вот чего ей, блин, не хватает. Вы не представляете, я пять лет слышу одну и ту же историю о том, как папа себя вели. А вот не надо так себя вести с маленькими дочерями, я вас очень прошу. Это пипец, как тяжело и больно слышать каждый вечер и каждый день. Вот. Услышите меня, мужчины? Хорошо. Да не будет она требовать, чтобы ее гладили. Поглаживание будет метафорой, что ее любить можно, как человека. Понимаешь? Если папа будет такой дистанцированный, холодный и не будет транслировать ей вот эту вот близость, дочь будет безумно тяжело ей потом. Потому что она будет стесняться, она не сможет много его добиться. Не вырастет на истеричкой. И она истеричкой вырастет, если ты просто начнешь налево куда-нибудь уходить, она будет требовать любви и, конечно, она будет очень тяжело за это расплачиваться. Поехали. Гомосексуальная наша тема-то, Миш, да, забыл совсем. Значит, папы и сыновья. Ну, понятно. Гнобил за одну четверку. Меня гнобил за одну четверку. Какие там бонусы? Я тебе искренне сочувствую, если честно. Я вот, честно, мне безумно жалко женщин. Мне жалко иногда парней в терапии. Но, если честно, я такое количество наслушался женских слез относительно пап, что это просто вы не представляете. Вы не представляете, как себя папы порой ведут к дочернике. Какие они делают вещи и какие они слова говорят. И я это слышу каждый день. Да, подарками откупался, это тоже отдельная история. Давай попозже этот вопрос. Ладно, задай. Так вот, давайте к мальчикам подойдем. Потому что это реально болезненная тема. Это тема психотерапии неврозов. Я предупреждал, да, сегодня об этом, что отношения отца и дочери, там столько слез. Это и есть ваш невроз, девчонки. Там и есть, это и есть та самая стратегия и та самая проблема, почему вы ко мне пришли. Просто пришли вы ко мне потом уже с проявлениями. Потому что у вас не получилось что-то реализовать. И вы та самая маленькая девочка, которую никто не любит, которая боится остаться одна. И которая боится, что ее оставят. И так далее. Давайте про папу и сына, да? А потом вернемся к девочкам. Так вот, папа-сын. Папа становится очень важным авторитетом для сына. И сын старается ему подражать, старается его слушать. Он становится наставником, он становится неким кумиром и авторитетом. Слова папы, опять же, фундаментально ложатся в понимании сути самооценки мальчика. Кто он, что он. И самое главное, может ли сын считать себя нормальным, потому что папа говорит, ты нормальный, ты просто ошибся, у тебя бывает, давай вместе, ничего страшного. Но если папа начинает, опять же, забивать или гнобить, или обесценивать его выбор, или обесценивать его волю, или быть очень жестким и так далее, вот тогда начнутся проблемы и проблемы серьезные. Соответственно, как нарушается самооценка мальчика в взаимодействии с папой? Папа будет постоянно тыкать его носом, либо в то, что у него не получается, и он какой-то не такой. Первый вариант. Второй вариант. Папа будет тыкать носом на других мальчиков, например, на братьев, на друзей. И третий вариант. Папа просто будет забивать. Вот вам три варианта поведения отцов, которые напрочь сотрут самооценку. Могу вам пример привести, достаточно болезненный пример. Папа громко кричит, когда сын маленький делает обычные бытовые вещи, но папа считает, что они не очень уместны. И он не просто громко кричит, он еще комментирует, что так делают только идиоты, дебилы и так далее. Через несколько лет такого вот поведения самооценка мальчика стирается напрочь. Он даже уже в школе не мог ничего никому сказать. Потому что у него на базисном уровне рефлекс закрепляется, что он, чтобы он не сделал, он априори кто? Он априори либо не прав, либо он априори ошибется, либо, мол, априори влетит. Девочек тоже это может касаться. То есть, если папа начинает за любое действие кричать или комментировать в самооценку девочки или мальчика, потом у этого ребенка формируются истории о том, что что бы я ни сделал, это априори может быть не так. Или априори может быть осужденным. Чем жестче это было, тем хуже травматизация. Вы не представляете себе, что есть люди, которые настолько травмированы критикой отца совершенно за бытовые вещи, что он не может даже сегодня в быту сделать бытовые вещи. Он не может сделать сегодня в быту бытовые вещи, потому что у него хроническая тревога настолько сильная, генерализованная. Вот это синдром генерализованной тревожности. Он что бы ни сделал, он ощущает базовую тревогу, что ему либо сейчас губен прилетит, либо что он сейчас ошибется, либо что он не имеет права вообще сказать, я хочу выйти. Дети писаются в школах только лишь потому, что они боятся что-то сказать. Вы что думаете, это просто так уже в школе происходит? Дети, которые боятся что-то сказать, это дети, которых научили бояться что-то говорить. Понимаете? Да, я вот об этом, Саша. Дети боятся сказать что-то, их научили. Дети рождаются чистыми, уникальными созданиями. Хотите посмотреть на гармонию, посмотрите в глаза новорожденному. Хотите посмотреть на здорового человека, посмотрите, вот в смысле невротического момента. Вот человек без невроза, наверное, это человек, который только родился на свет. Посмотрите в глаза новорожденному, и вы увидите там абсолютную ясность, чистоту и абсолютное безоценочное восприятие происходящего. И смотрите этому ребенку в глазах, вот с годами, и вы увидите, как эти глаза все грустнеют, грустнеют, грустнеют и грустнеют. Почему? Потому что то, что говорят родители, и то, что они в них вкладывают, и вызывают, и вызывают ту самую проблему, с которой ваши покоры наслугаемые и коллеги работают. А уже потом вегетатика и всякая хрень является последствием этих глаз и последствием этих обстоятельств. Это понятно? Ну да, сегодня многие поплачут так чуть-чуть. Соответственно, подождите, потом, окей? Попозже, попозже. Так вот, сын и отец. И если вот сын, если отец начинает вести себя сына вот так, это напрочь стирает, опять же, самооценку. Ребятки, котятки, всем понятно, что отцы являются фундаментальным звеном в формировании самооценки девочки и сына. Спасибо. А можно мне вопрос, кто прочувствовал на себе это достаточно остро? Поставьте сейчас восклицательный знак. Кто прочувствовал на себе это прямо эмоционально как-то вот так? Откликнулось? У нас в экстенциальной терапии есть такая фраза. У кого откликнулось внутри, о чем я говорю? По ту кто-то, да. Ну да. Да. Хорошо. Ну, видите, уже не зря пришли. Я объясню, почему я это спрашиваю. Ребят, то, что откликается на групповой терапии, то, что откликается на консультирование, это и есть ваша терапия. Когда ваша психика начинает об этом слышать, она начинает это прорабатывать, проживать. У нее начинают сходиться пазлы в голове. Понимаете, да, что я говорю? Именно поэтому Фройт отдавал большое значение говорению и проговариванию. Потому что то, что я сейчас вам накидываю, вот эти вещи, это и есть то самое понимание того, что же со мной происходит. Я люблю свою работу и стараюсь ее делать более-менее постно. Идем дальше. Есть еще такое понятие, о котором я сегодня с вами сказал, связанное с папами. Это как раз и есть та самая условная любовь. Вот папы, дальше тема условная любовь. Это ребенок. Все невротики – это люди, которые… Помните, я вам рассказывал про вот этого парня, который… Сейчас, ребят, покой же, окей. Парня, которая пытается достичь, или девочка, которая пытается достичь каких-то результатов. Есть же девчонки-невростенники, которые пытаются карьеры, там, деньгами все заслужить, заработать. Есть ребята, которых… Вы знаете, вот хотите фантазию из среднесоцистического невротика парня, у которого проблема с самооценкой из-за обесценивающего папы? Фантазия примерно такая. Вот поставьте сейчас плюсик только парни или девчонки, у кого эта фантазия правда была или посещала голову. Вот вы увидите эту интересную штуку. А фантазия примерно такая. Я буду херачить, я буду работать, и я заработаю кучу денег, куплю им всем дома, машины, квартиры, дам по миллиону, а потом я трагически погибну. Еее! Как я люблю то, что я делаю. Круто, да? Вот. Вот если это туда, Добро пожаловать, присаживайтесь. Да? Вот это как раз и есть та самая штука, которая является девизом. Вот этим, да, вот этим девизом это и есть ваш невроз. Вот это я заработаю, я дадам, это метафора, ребятки-котятки, чего? Это метафора того, что… Слушайте внимательно. Папа. Ну, подождите, подождите, подождите. Без погибнуть можно, но, как правило, они хотят погибнуть, потому что это такая классная аккордная точка, чтобы они пожалели. Сейчас ты поймешь, почему. А метафора такая. Вот слушайте внимательно, вот внутрь, к себе сейчас, пожалуйста. «А мне вас так не хватило. Мне так хотелось, чтобы вы меня любили и ценили такую, какой я есть. Я так зла на вас за это, мне так вас не хватает. Я вам покажу сегодня всем, что я вот стою чего-то, что я достойный, я вам куплю, я вам подарю, а потом я вас накажу тем, что я умру, и вы поплачете наконец-то». Вот так выглядит стратегия. Плюсик, кто почувствовал? Вот это, ребятки-котятки, стратегия является вашей ахиллесовой пятой. Знаете, почему? Потому что если вы будете... Это же не все стратегии, это одна из, да? Это про самооценку сейчас. Почему является эта стратегия, ваша ахиллесовая пятой? Я все куплю, подарю ему. Потому что когда в вашей жизни начнут происходить ситуации, когда у вас не получается заработать, купить или показать папе, я сильнее и круче, вот тогда у вас вас будет накрывать и по полной программе. И вот так образуются алкозависимые люди. Та-дам! И вот так образуются зависимости. Потому что сила напряжения у мальчика, который хочет доказать всем своим родственникам, что его есть за что любить, с помощью купить, подарить и заработать. И если эта стратегия не реализуется, у него настолько сильное напряжение внутри, что он пытается его куда-то сбросить. И оно у него выйдет либо в панике в вегетатику, либо он попытается его заглушить алкоголем. А если алкоголь поможет его заглушить, а он поможет, потом и снова, и снова, и снова, и снова. Кто попал? А, парень попал. Потому что он начнет быть еще и от алкоголя зависимый. И он даже не будет понимать, что происходит. А происходит то, что его жизненная фундаментальная невротическая стратегия не оправдавается. Он пытается не уйти от проблем. Он пытается уйти от самого себя. У него есть невротическая стратегия. Я должен реализоваться так-то и так-то. Это не получается. Огромное напряжение с помощью алкоголя пытается снять. Поэтому невротиком, конечно, так не стоит делать. Итак, идем дальше. Сейчас. Что, эмоционально сегодня так? Глубоко? Но поглубже, чем обычно? Я люблю глубоко. Нормалек? Заходит? Ну, подумать, да, желательно. Ну, отлично. Да. Идем дальше. Девчонки, ребят, значит, смотрим дальше. Мы это знаем. Великолепно. Можно и глубже. Да, Богдан. Будем глубже. Хорошо. Дальше идем. Смотрите. Так вот. Наша самооценка формируется... Я подытожу кое-что. Наша самооценка формируется... Сейчас что с этим делать? Еще несколько фундаментальных примеров. Мы еще не закончили. Наша самооценка формируется путем отношения к ребенку. Именно потом эта самооценка является метафорой стратегии жизни, какой я должен быть и какой есть по жизни. И если ситуации противоречат этой стратегии, возникает напряжение. Это коротко. Теперь смотрите, какая есть интересная штука. Заниженная самооценка имеет одну фундаментальную проблему. Я хочу, чтобы вы сейчас взяли ручки. Если есть бумажки, записали, потому что, может быть, вы об этом мало когда услышите. Проблема всех неврозов. Я вот когда сидел, готовился к семинару, я думал, какой бы вам взять, чтобы, понимаете, объять необъятное же нельзя. Много всякого бывает. Я думал, какой бы вам взять такой психотерапевтический инструментарий, чтобы вам помогло большинству членов вебинара. Тем более, у вас 90 человек. Немало, да? 90 человек – это приличная большая аудитория. И я выбрал для себя то, что на практике является самым, наверное, важным навыком. Вот я просто сидел вчера и думал, что же им, вот какую им дать технику выбрать из множества, которая подойдет многим. Такую технику, которая покажет многим, в чем ошибка. И я ее нашел. Я ее нашел, я ее выбрал, я ее нашел в глубинах своего мозга, перебирая сотни людей своих. У меня такая интересная голова, нездоровая голова явно. Я могу забыть то, что было 2-3 минуты назад, но могу помнить сотни историй моих пациентов, делая из этого какой-то ковидоскоп, аналитику, связи. Но могу не помнить, что было 5 минут назад. Вот какая-то хрень такая есть, поэтому я вот так пробежался по пару тысячам своих клиентов и сделал некую выкладку. И понял, что, наверное, то, что я сейчас вам скажу, оно будет являться для вас более значимым, что ли. Значимость эта заключается в следующем. Вот ребята, неважно, это мальчики или девочки, да, у них есть одна общая невротическая проблема. Смотрите внимательнее. Ваша личность, ваша личность, вами начинает приравниваться к тому, что скажут люди или к ситуации. Например, если вы были уволены, то вы воспринимаете ситуацию эту, что я от этого плохая, глупая. Если вам кто-то что-то сказал, вы воспринимаете эту ситуацию, что я тупая. Например, если муж, парень, начальник, вы разбили стакан, вы воспринимаете ситуации абсолютно прозрачно к своей личности. Понимаете, о чем я говорю? То есть у вас нет понимания, что есть вы как личность и есть ситуация. Например, вас уволили или вам сказали, что вы дура. У вас ситуация абсолютно начинает совпадать с вашей личностью. То есть отсутствует граница между тем, что произошло, тем, что вам сказали и тем, какой вы человек. И это напрямую вырастает из травмированной самооценки. Потому что вернемся к той самой девочке. Девочка, которая имела теплого, нормального папу, который расчесывал волосы, говорил, что он ее любит, который ее защищал, который ее ругал иногда, да, который все-таки был рядом, когда нужно. У нее в жизни потом не будет этой проблемы под названием «я равно ситуация». То есть люди начинают воспринимать ситуации или слова не как изолированную ситуацию. Ну, например, я эта девушка или парень с проблемной самооценкой. И мне кто-то что-то сказал. Или меня уволили. Или что-то произошло. И я автоматически, если у меня болезненная история по самооценке, я начинаю считать, что я такой. Я начинаю считать, что мне надо теперь доказывать, что я не такой. Потому что у меня самооценка нараспашку разорвана. А вот если девочку или мальчика как раз вот к нему обходились безусловной любовью, то он воспринимает в мире ситуации примерно следующим образом. Я тебе не нравлюсь, но я нормальная. Тебе не нравится моя грудь? Тебе не нравятся мои губы? Я нормальная. Это просто тебе не нравится. Но у девочки с болезненной самооценкой будет иначе. У нее будет история про то, что слова мужчины, поступки мужчины будут априори означать, что она такая. И это проблема. И проблема большая. Потому что вот тут начнутся все ее неврозы. Она будет стараться избегать ситуации, избегать критики, избегать каких-то вещей. Потому что все это напрочь открыто к ее сердцу. Что бы ей ни сказали, что бы ни произошло, она будет автоматически приравнивать это к себе. Это понятно? Да, Маша, я вижу твою ключик. Привет. Это не означает, что я такая. Это его мнение. Потому что у него свои есть какие-то на это там искажения и так далее. То есть ситуации должны быть очень осознанно разобраны в голове пациента таким образом. Я не равно ситуации. Вы несли поднос и его разбили. Вам стыдно, вам неловко, но вы от этого не тупая. Да-да-да-да-да-да-да-да. Отвязать оценку ситуации, Марина, отвязать оценку ситуации от оценки тебя как личности. Экселленд. Верно. Потому что они по умолчанию начинают ситуации. Вы, может быть, даже этого не замечаете порой. Вы начинаете невротично суетиться. Вы начинаете кипеть не просто так, милые. Вы это делаете только тогда, когда вы начинаете ситуацию автоматически интерпретировать на себя. Поставьте плюсик, кому это близко. К сожалению, я вас не вижу. Я бы так вот с аудиторией бы с руками бы работать. Во. Значит, не зря пример, да, этот выбрал. Из тысячи случаев. Ну, круто. Вот это и есть терапевтический момент. Вы должны с сегодняшнего дня, кому близко тема, которой мы сегодня занимаемся, задавать себе вопрос. И четко, взвешенно себе говорить. Я – это я. Меня можно любить. Объяснить себе, почему родители так себя вели. Объяснить себе, почему вы так стали интерпретировать. И научиться потихонечку, шаг за шагом. Потом вопросики, ладно про дочку. Шаг за шагом отделять себя, как личность, от мнения или от действий. Вот этот процесс отрыва себя от действий является психотерапевтической стратегией. Вот понятно, как выглядит психотерапевтическая стратегия. Я хочу вам нарисовать. Вот в идеале здоровый человек выглядит так. Я не равно ситуации. А вы все, большинство, ребятки, выглядите в своей психике, ваши слезы, ваше беспокойство выглядят примерно так. Я равно все ситуации и все мнения окружающих. У вас это по умолчанию прошито. У вас самооценка отсутствует. Вот здесь нет. Вот здесь ваша самооценка будет питаться откуда? Кто догадается? Пожалуйста, включаем сейчас голову. Кто догадается? Ну и тут не очень сложно. Как этот человек будет пытаться эту самооценку себе поднимать, если у него вообще нет оболочки, у него ситуация и мнение? Он будет всю жизнь что делать и зависим от чего? Он будет зависим и от мнения, и от ситуации. Поняли? Теперь внимание сюда. Уберите руки с клавиатуры. А что будет являться его неврозом? Его неврозом будет являться всю жизнь биение головой об стену. Поняли? Он всю жизнь будет вот туда направлять всю свою энергию и всю свою жизнедеятельность. Поняли? Он будет пытаться всегда попадать в правильные ситуации, с ними справляться, иначе он лошара. Он будет пытаться, пытаться произвести на всех хорошее впечатление. Он будет пытаться всем понравиться. Еще одна здесь, знаете, какая есть ошибка про социофобию, хотите, я расскажу быстренько, экспромтом. Вот здесь одна из ошибок, которая тоже встречается в пару сотнях случаев из тысячи. Человек будет стыдиться за то, что он стыдится. Ну, например, человек будет примерно говорить так. Так, у меня проблема с самооценкой. Я очень хочу понравиться окружающим, я очень хочу не выглядеть дурой, потому что это все, естественно, говорит о том, что я дура. Мне стыдно, и я напрягаюсь. И мне потом стыдно от того, что я напрягаюсь. То есть, мне стыдно от того, что мне стыдно. И вот мне стыдно от того, что мне стыдно, будет являться еще одной проблемой. Потому что человек примерно следующим образом делает. Ну, предположим, я ему даю задание. Просто в торговом центре ляжь на пол и попросить там себя сфотографировать. Обычная банальная история. Такие люди, они будут примерно делать что? Они будут примерно говорить так. Так, мне будет стыдно, я буду краснеть, я буду выглядеть неловко. И это люди увидят, и мне будет ужасно от того, что они увидят, что мне стыдно. Вот это тоже момент, он часто иногда присутствует в терапии, что вам стыдно от того, что вам стыдно. Запомните, пожалуйста, как это должно быть у вас в голове разобрано. И что они подумают обо мне, но это уж естественно. Что здесь надо сделать? Здесь нужно дать себе право на собственный стыд. Вы себе говорите, я застенчивый. У меня из-за некоторой самооценки есть сложности. Но я имею право быть таким. Какой ужас. Что, Наташа, поняла чего-то, да? Я имею право быть таким. Я имею право принять. Верно? Я принимаю себя со своим стыдом, со своей робостью. Я даю себе право. То есть вы должны научиться понимать, что вы имеете право на свой стыд, на свою робость, на свою застенчивость. И это не определяет вас никак. Но разрешить себе быть плохим – это условно, но просто вы должны сказать, да, я стеснительный парень, да, я немножко робкий, да, я немного неопытный, да, я могу выглядеть нелепо. Это правда. Но я имею право. Вы должны себе дать право. Второе. Второй момент. Слушайте внимательно, пожалуйста. Второй момент. Вы по второму моменту здесь делаете что? Вы себе не даете право им не понравиться. И вы себе не даете право попасть в какую-то ситуацию. Вы говорите примерно так. А я не даю себе право. А не даешь право, потому что ты от этого говно. Право себе на стыд и право себе попасть в неловкую ситуацию не дает человек с проблемной самооценкой. Ее здесь нету. Потому что если у девочки, у мальчика все в порядке с самооценкой, он говорит, да я имею право застыдиться, я имею право застесняться, я имею право упасть, я имею право разбить бокал, я имею право как-то накосячить и так далее. Да, неприятно, но я как человек от этого не меняюсь. Меня можно любить, меня можно уважать, понимаешь? Ты имеешь право заплакать, да, конечно. А если тебе в детстве трондели, мальчики не плачут, девочки не плачут, если ты плачешь, ты слабая, что ты ноешь? Что ты ноешь? Ты что, не можешь не ныть? Слюни свои распустил? Вот это пиздец. Да? Почему? Потому что тут как раз начинается, что девочка имеет право быть девочкой. Люди имеют право на ошибки, люди имеют право на стыд, люди имеют право на неопытность, люди имеют право на незнание, вы имеете право на свои переживания, вы имеете в виду, имеете право в метро просто сесть в соседе вегетатик и сказать, ну, мне тревожно, но я имею на это право. Так вы же в метро, давайте в тревожнофобический, ходите быстренько, переплюнемся. Что вы делаете в тревожнофобических проблемах? Вы себе не даете право на то, что вы испытываете. Вы начинаете думать, как они обо мне подумают, я какой-то не такой, я не имею права быть таким, это ужасно, сейчас все увидят, я не должна нервничать, я должен производить хорошее впечатление, что за херня. Вот вы начинаете сами себя третировать, не давая себе права на слезы, не давая себе права на покраснение кожи, не давая своему желудку, кишечнику порой барахлить. Вы начинаете сами, да, вы начинаете сами себе создавать геморрой, осуждая себя, потому что вы говорите, я не имею права, звать меня никак, и я вообще не должна. Иначе все это докажет, что я какая-то глупая, больная и тупая. Ребятки-котятки, то же самое, суки, я не должна сойти с ума, я не должна думать об этом, я не должна думать об этом и так далее, и так далее. Иначе все это говорит о том, что я дерьмо и звать меня никак. Поэтому, девочки, еще раз вернемся чуть назад с фундаментальными правилами. Я не есть ситуация, я не есть мнение. У меня есть, внимание, слушайте, важный момент. У меня есть привычка сравнивать свою личность с ситуациями. У меня есть привычка сравнивать себя с мнением других. А, слушайте, я обещал передать привет жене. Жена, тебе привет. Я вспомнил. Я имею право на свои слезы. Я имею право на свои тревоги. Потому что девочка, к которой заходит папа, и она сидит вечером и плачет. Папа берет расческу, расчесывает волосы и говорит, дай-ка, ну не плачь, все будет в порядке, мы с тобой справимся. Он не критикует ее слезы. Он ее берет за руку, сука, и поддерживает. А не говорит, пасть закрой, что ты зарыдала. И вот тогда эта девочка может плакать, ей не стыдно, она имеет на это право, ей фундаментально это заложили, понимаете. А вот когда ей не дают выражать свои эмоции, затыкают рот, то же самое с парнями происходит. Попробуйте у мальчиков спросить, как мальчик может выражать свои эмоции, свои чувства. А вообще еще хуже происходит. А если папа военный, а если папа солист жесткий, а если папа вот такой, он принимает ее, какой она есть, совершенно верно. Именно безусловное принятие и формирует правильную психику. Безусловное принятие, понятное слово, папы безусловно любят, и мамы безусловно принимают своих дочерей. Папа принимает их эмоции, папа их поддерживает. А у нас папа, выходцы из Советского Союза, специфично реагирует на это. Так вот, давайте по терапии. Марин, вот именно поэтому ты абсолютно права. А именно поэтому я считаю, что Зигмунд Фройд был абсолютно прав. Фройд более 110 лет назад сказал, знаешь какую фразу? Он сказал, что психотерапия неврозов должна начинаться за 3 года до рождения ребенка. Поняла почему? Психотерапия неврозов должна начинаться за 3 года до рождения ребенка. Потому что до рождения ребенка родители должны понимать, что делать не надо со своими дочерьми и сыновьями. Вот этот момент очень важен. Конечно, когда родители понимают, как формируется в первых годах самооценка мальчика и девочки, вот тут и будет все зависеть. Если самооценка мальчика до 10 лет заложилась фундаментально верно, с ним ничего потом не случится. Он справится с любой ситуацией. Он самосовладает, он выпрямится, выплывет и так далее. Но парня, у которого, у девочки, у которой до 10 лет проблемы с самооценкой заложились, если ситуация попадет, как правильно коллега какой-то написал вначале, как ключ к замку, будет куча тревог и беспокойств. Эти девочки не смогут спать одни. Они не смогут оставаться одни в комнате. Они будут требовать этой любви, внимания и заботы. И это начнется с серьезной сложности. Исправить которые поможет и консультирование, и наличие вокруг себя. Это ко второму моменту, ребят, про самооценки, если мы к девочке переходим. Вылечить это лекарством этим может стать и консультирование, и наличие того самого мужчины, который перепрошьет ей фактически вот эту историю. И здесь есть еще одна проблема. Что девочка с заниженной самооценкой выберет кого? Как вам кажется? Если девочка считает по умолчанию, что она дерьмо, и звать ее никак, выберет ли она уверенного, сильного, успешного, хорошего папу? Такого правильного. Вот сама она его выберет? Да никогда она его сама не выберет. Она выберет что-нибудь попроще. Причем гораздо. И желательно она выберет попроще настолько, насколько она. Потому что она будет выбирать такого мужчину, которого она будет тащить за собой. То есть у нее и так самооценка проблема. Она выберет себе такого, которого она будет тащить, который явно не является ее кумиром. Но она будет, естественно, его тащить за собой. Будет мучиться и страдать при этом. Поэтому по терапии, если мы говорим, по поведенческой и по фундаментальной, это постоянное осознание. Круто, да, сегодня? Я смотрю, вы прям довольны. Я прям рад. Но я люблю свою работу. Ален. Вот отсюда будет возникать выбор мужчину-женщину, безусловно. Соответственно, фундаментальная терапия здесь такова, что вы постоянно себе со своим аналитиком, со своим терапевтом прорабатываете историю, что я не равна ситуации, я не равно мнению. Но мы еще завтра об этом будем говорить. Кто завтра придет, мы будем подробно еще разбирать когнитивные техники. Окей. Завтра придете? Я надеюсь. Давайте сделаем так, что завтра было 90 плюс 10. До 100. До объема рекорд. Окей. Завтра будем практикой заниматься когнитивки, тогда, окей? Ну, там еще публичное наступление, тосты, фигосты и так далее. Так вот, смотрите, что надо делать. В чем ахиллесовая пята? Девчонки, подождите сейчас, послушайте, пожалуйста. Ахиллесовая пята такой девушки в том, что вот мужчина, который будет рядом, имеет шанс ее вылечить. Он может перепрошить то, чего не прошил отец. И она забудет про свой невроз. Но, к сожалению, зайки, в большинстве случаев она выбирает таких мужчин, которые забивают гвозди туда. Это программа на самоуничтожение. Артур, а с мужчинами примерно так же. Заниженная самооценка мужчины не позволит ему выбрать определенную женщину. Он выберет попроще и так далее. И будет всю жизнь ее тащить с собой. И будет... Либо есть еще одна история. Там есть такой момент, самооценка мужчины. Который выберет себе либо вторую маму. Знаешь, кого он выберет? Он выберет женщину, может быть, старше. Может быть, не старше. Но она явно даже на фотографиях будет явно доминирующей такой. Или даже психологически. А он будет выбирать женщину, которая будет ему постоянно самооценку подпрыскивать. Ты у меня хороший, ты у меня замечательный, ты у меня справишься, ты у меня такой, ты у меня сикой. Она ему будет готовить, будет ему глаз, там, это самое, значит, стирать и так далее. Офигеть, у брата такая хрень. Ребятки, я занимаюсь не теорией, не теорией, не теорией, я занимаюсь практикой много лет, 7 дней в неделю. Чего вы удивляетесь? Соответственно, такие мужчины будут зависимы от женщины. Подожди, 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 не спешите. Тихо, 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 мысль важна. Такие мужчины будут зависимы от своих женщин. Они будут тянуться к этой юбке, к этому соску. Они будут очень бояться их потерять. Тут будет много ревности, особенно такой гипертрофированной, нездоровой ревности. Ну, посмотрите, если у него этот сосок, проси, господи, это мама, да, женщина его, в которой он нуждался, в которой ему самооценку поднимает, а тут какой-то самец пытается конкурировать. И он взорвется, и даже если самца нет, он все взорвется. Он себе придумывает самца, он себе придумывает какую-нибудь херню, он себе придумывает какую-то историю, потому что маму сейчас оторвут. Да, соответственно, начнутся кучи проблем. Так вот, это понятно? Это очень интересно. Об этом я в институте могу годами, мне кажется, рассказывать, и каждый раз люди приходят и говорят, еще. Как правильно, Артур? Здесь нет понятия правильно. Здесь есть понятие, что это естественное следствие определенного воспитания. Понимаешь, друг мой? Здесь мы не говорим, что это патология. Мы говорим о том, что люди должны знать, почему они кого выбирают, как они выбирают. И через эту осознанность вы можете начать работать над этим. Вы можете начать выбирать других людей. Вы можете начать говорить нет. Вы можете начать сопротивляться. Вы можете выстраивать свою точку зрения вот здесь. Вы вот здесь что скажете на собрании? Вы здесь на собрании скажете, нет, я не согласна. Вы можете считать, что я не права, но я считаю, что это не так. Мы не должны повышать бюджет в этом году на такие-то расходы, потому что все кричат, ты что, ты что, белины объелась, белины, да как так можно? Пиши, нет, я считаю это так. А вот здесь, да, конечно, да, 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 да. Потом из собрания вышло, почему я не сказала? Почему я не сказала, что я как дура замолчала, но я же могла высказать, я же знала, как лучше поступить, но почему? И вот начнутся проблемы. Соответственно, терапия по поводу, опять же, любовных отношений. Мужчина рядом с такой, или женщина рядом с таким мужчиной может помочь. Поэтому вы должны очень внимательно относиться к тому, кто рядом с вами. С вами рядом метафора мамы и папы неосознанно. Либо вы осознанно понимаете, что вы действительно друг к другу подходите и кто там что делает. Это сложная история. Тут надо очень четко понимать, кто во что играет и кто что хочет в этих отношениях. Но сейчас понятно, почему женщины выбирают немного таких странных мужчин, а мужчины выбирают немного странных женщин. Вот это как раз оттуда. По терапии. Если вы молодая девушка, или у вас все впереди, или у вас есть муж, что здесь можно сделать? Постарайтесь объяснить своему супругу или парню, что для вас важно. Что для вас важно не вынос мозга, что для вас важно не критика, откуда у тебя руки растут и так далее. А что для вас действительно важно. И вы это знаете из истории с папой. И в принципе, я думаю, что в 50 случаях из 100, если вы грамотно подойдете к объяснению, то он поймет. Если не поймет, но это его право, он имеет право не понять, делайте выводы дальше сами. Поэтому тут, девочек, просто есть классный шанс. Мальчик же с папой жить-то не будет, хотя гомосексуальность это оно и есть. Мальчику так сильно не хватало папы, так сильно не хватало папы, что я хочу такого папу, который будет все время со мной рядом. Это желательно, чтобы был мой половый партнер. Это вот туда. Есть еще одна фишка в этой же концепции, только там нет сексуального, гомосексуального секса. Я очень хочу, чтобы папа меня любил, оценивал, поэтому я перед своими кумирами, перед своими директорами и менеджерами буду всегда вот такой. Да, конечно, да, конечно, Иван Петрович, да, безусловно, да. Иван Петрович, я хороший? Я точно хороший, Иван Петрович. Смотрите, какой я. Я сегодня начальник отдела стал. Иван Петрович, я очень классный. Иван Петрович, посмотрите, какой я молодец. А Иван Петрович-то у нас, вы что не знаете? Вот. Вот вся эта история, эта история про то, что я хочу понравиться папе, я хочу того папу, которого не было и так далее. Я даю еще как вообще. Ты даже не знаешь, как я могу давать. Тебе понравилось или ты просто ржешь? Что ты там, Артур? Или это все про тебя? Ты о чем? Хорошо. Итак, ну круто. Понимаете, да, что сегодня стало более понятно, что такое самооценка, как она формируется и как выглядит невротическая стратегия в жизни. Это история доказать, это история о том, что я буду искать и так далее. По терапии. Терапевтическая история, повторюсь еще разочек, она заключается в следующем. Вы должны четко каждый день отдавать себе отчет в том, что мои ситуации и моя способность понимать себя как личность не одно и то же. Что мнение окружающих и мнение обо мне как о личности не одно и то же. То есть вы должны перед глазами держать у себя постоянное осознавание того, что меня можно любить такой, какая я есть. Вот это запомните, окей? Это трудно сделать, Вань, потому что разорванный в фундаменте самооценка, ее надо по кусочкам собирать, друг мой. Понимаешь? Ее надо собирать по кусочкам. И эти кусочки – это каждодневная работа над собой. Второе. Тебе надо, чтобы рядом с тобой был человек, который сможет тебе давать впрыски. Который сможет тебя поддерживать. Безусловно, поддерживать. Который не будет говорить, слышно, что сегодня пельмени нормальные, что ты, блядь, все они… Вот не такое. Который будет давать тебе впрыски того, что ты справишься, что ты сможешь. Что тебе и так можно принимать любую. И так далее и тому подобное. Вот это очень важно. Потому что если рядом с тобой будет еще гнобящий тебя человек, у тебя и так самооценка на нуле. В тебя и так попадает все, что не по пути на улице, на работе. Тебе еще и дома не принимают такое, какая это есть. Ну и как тут без вегетативных проявлений, можете мне объяснить? Вот как, как вот так вот жить без вегетативных проявлений, если вот такая херня происходит? Никак, конечно. Поэтому если у вас и так все попадает в течение дня, вы приходите домой, вам еще дома нахлобучили, папа нахлобучил, позвонил, что ты там как корова, когда замуж выйдешь? Слышь, я тебе говорил всю жизнь, кто тебя замуж-то возьмет мне? Какая-то самая... Вот и все. И как этому человеку существовать в данной концепции? И вот это будет сложно. Поэтому фундамент здесь еще раз. Каждый день вы четко для себя понимаете, что вы, внимание, привыкли интерпретировать себя из-за стерты самооценкой ситуациями и мнениями. Всегда оставьте здесь мыслительный разрыв. Миш, я тебе говорил, никому глубин не надо. Я знаю, что ты умеешь, не стоит. Всегда ставить разрыв. Я имею право. Вот что вы должны научиться себе говорить. Я имею право на стыд. Я имею право на ошибки. Люди имеют право думать какие-то вещи. Это не равно моей личности. Вот это записали? Это не равно моей личности. И второе, что еще важно с самооценкой, это поступки. Из поступков. Первое, это наличие мужчины или женщины. С которыми вы будете предельно откровенны. И которые будут вам помогать. Впрыскивать то, чего не хватило. Поддерживая вас. И второе, это ваши действия, ребятки. И результаты. Ничто не поднимает, согласитесь, так самооценку, как результат. Поэтому, конечно, результат тоже должен быть. Поэтому вот такие общие вещи, которые я хотел вам на сегодня рассказать. Завтра, котята, мы с вами продолжаем. Там будут более целенаправленные методики с публичной критикой, с публичным выступлением. А что насчет любви? Давайте вопросы пока. Ну, завтра мы увидимся, не прощаемся. Я надеюсь, придут все. Что про любовь? Вы говорили о... Если папа меня очень любил... Сейчас, подождите, я чат отключу на секундочку. Подожди, 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 много вопросов. Давайте. Если папа меня очень любил, говорил об этом, и я чувствовала его отношения, но у меня все признаки недолюбленного ребенка. Почему это может быть? Даша спрашивает. Ты знаешь, дело в том, что когда ты говоришь, папа меня очень любил, говорил об этом, и я чувствовала его отношения, но у меня все признаки недолюбленного ребенка, тут мне важно понимать, тебе сказать следующее, что у этого ребенка либо ты требуешь от окружающих продолжение любви, и это как раз та самая, Даша, истерическая тема, что папа-то меня как раз любил, но мне все мало и мало и мало и мало, любите меня так же. Либо там все-таки есть какая-то история, на что ты обижена. Но, Даша, скорее всего, это история такой капризной маленькой девочки, которая хочется, чтобы ее любили все больше и больше. Возможно так. Я же опять же пальцем в небо на интуицию, полагаю, в данном случае, я просто буквы же читаю, понимаешь? Вспомнил фразу из сериала «Физрук». Вы говорите, что я плохой учитель? Нифига, это еще не доказано. Я еще никого не учу. Ну, не знаю, к чему ты это. Потребность в положительном подкреплении наших действий. Это иерархический инстинкт человека. Как быть с этим? Потребность в положительном подкреплении наших действий. Ты знаешь, я тебе так скажу. Вот Вадим Вадимович, ему не нужны положительные подкрепления действий. Он руководствуется одной простой идеей. Он на выборах и он на рейтинге. Имеет 80-85%. Это единственное иерархическое подкрепление. И все остальное он руководствуется собственным выбором. Потому что он говорит, я имею право принимать решение сам. Я имею право действовать так-то и так-то и так-то. Я считаю нужным. Помните его фразы? Я часто с этим сталкиваюсь. Я считаю необходимым, особо важным. Считаю нужным. Он делает акцент на эти словосочетания не просто так. Он очень четко вот здесь сформулирован. Если вы ему скажете, Путин какой-то, он даже на это внимание не обратит. У него с самооценкой все фундаментально верно. Он не будет никак разрушаться на эту тему. Я считаю необходимым. Это мое мнение. Считаю важным. Поняли, да, что я? Поэтому потребность в положительном подкреплении, скорее, она будет градироваться от уровня нарушенности самооценки. Человек с нарушенной самооценкой, конечно, в подкреплении будет нуждаться всегда. Получается, человеку на биологическом уровне важно отношение к нему других людей. На биологическом уровне человек боится быть оторванным от стада. Потому что оторванный от стада животное погибает. Поэтому на биологическом уровне человек нуждается в подкреплении стада, что ты часть стада. Если ты типа часть стада, то мы с тобой и ты не умрешь. Если стадо против, то ты типа умрешь. А теперь, зайки, внимание. Разве это так? Разве вы живете в стадии, без которого вы умрете? Окей. Next, please. А что насчет мам? Если мама гнобила? Хороший вопрос. Мы мам не коснулись особо, да? Тема с мамой, она тоже фундаментально важна. Но это тема про любовь. Но, ты знаешь, я не буду здесь сегодня про мам комментировать. Я считаю, что папы – это фундаментальная история. Мамы, они важны на определенном этапе в начале и некотором этапе уже более зрелого возраста. Но саму структуру формируют папы. Папы – отношения. А вот мама, она невротично важна. Она будет потом являться метафорой в отношениях с мужчиной, с женщиной. Но это не про самооценку уже. Это немножко уже про другое. Мама там играет существенную роль, но сегодня я об этом не хочу. Иначе мы от темы самооценки уйдем просто. Мама гнобила – это, скорее всего, совокупность истории с папой в том числе будет. Но если мама гнобила, то, конечно, это вызовет жесточайшую обиду. Но это немножко другой невроз, немножко другие темы. Нужно ли с возрастом, нужно ли во взрослом состоянии ограничить отношения с отцом, если он критиковал и критикует по сей день? Баси, Виталий. Нужно ли во взрослом состоянии ограничить отношения с отцом? Ты знаешь, я не знаю, что ты выберешь и нужно или нет. Я здесь обычно отвечаю так. Какими бы вы ни были ваши родители, как бы вы ни были на них обижены, лично мое профессиональное терапевтическое мнение заключается в том, что они когда-то умрут. Ваши родители. Что является фундаментальным биологическим моментом. И с этим никто не поспорит. Соответственно, я не раз встречал ситуации, когда в неврозе человек ненавидел своих родителей и был на них обижен за то, что они заложили, и вели себя как-то. Но потом, когда родители умирали, человек удивительным образом для себя страдал еще хуже. В какой-то момент. Бедствую ситуацию, почему я не простил вас, и мы не смогли пожить хотя бы пару лет, общаясь. И я вам могу сказать такую фразу. Послушайте сейчас меня, пожалуйста, внимательно. «Прости меня за то, что было, и прости меня за то, что не было, а должно было быть». Повторить. «Прости меня за то, что было, и прости меня за то, что не было, а должно было быть». Вот, наверное, это фундаментальные фразы. Я бы хотел сейчас закончить. Потому что я бы хотел, чтобы вы занимались не поиском виноватых, а чтобы вы поняли, как это формируется, и вы нашли в себе силы все-таки принять родителей такими, какими они есть, не конкурировать, не брать на свой счет, не разрушаться, но в то же время понимать, что их скоро не станет. Или в любой момент. И уж лучше научиться принимать их такими, какие они есть, и пожить с ними какое-то время в более-менее ровных отношениях хотя бы принятие, нежели потом пытаться это тянуть назад, когда их не станет. Поэтому это просто моя рекомендация моим клиентам в целом. Для меня важным является мнение и оценка мамы. Она глава семейства, не могу признать это к папе. Но, Кристиан, ты описываешь ситуацию, немножко из другой оперы, где мама с яйцами взяла папу поменьше, папу скрутила в бараний рог и так далее. Но это естественная история определенных женщин и определенных мужчин с самооценкой. Но это не совсем тема сейчас, потому что здесь мама, она является доминирующим женщиной с яйцами. «Но ты же девочка, Кристина, и то, что у тебя папа, видимо, там подкладывается под маму, это в любом случае породит твое понимание себя и твое понимание вообще, как ты будешь с мужиками обходиться. Соответственно, здесь нужно будет внимательно смотреть, в чем проблема и когда она проявляется. Так вот я тебе так широко не отвечу. Давайте, может быть, завтра, может быть, побольше времени на вопросы в конце второго дня, ладно? Ребята, вы услышали фразу про «прости меня за то, что было там» и так далее? Окей. Понравилось сегодня? Я постарался для вас максимально детально. Ребятки, вы не представляете, какая это сложная тема. И вы просто не представляете, как в институтах это тяжело преподается и как это тяжело понять. Я хотел услышать, поняли ли вы меня сегодня? Поняли. Я вижу. Вы великолепны. Давайте завтра продолжим более детализированно. Я вас жду в этом же аудитории в 12.00. Значит, те ребята, кто оплатил только одно занятие, вам нужно будет оплатить, соответственно, в завтрашний день. Напоминаю, что у нас есть сборник вебинаров и DVD со скидкой два дня. Завтра будем практиковаться, безусловно, еще. Спасибо, что пришли. Вас 90 человек. Я, если честно, очень благодарен. Мне приятно. И спасибо большое вам. Увидимся завтра в 12.00. Поживите с этим сегодня. Попробуйте вот эту историю о том, что я имею право. Я надеюсь, что вы сегодня кто-то сплакнул, кто-то что-то почувствовал. Есть некоторый терапевтический эффект, который мы добиваемся периодически. Даже в таком формате. Спасибо вам огромное. Меня впереди ждет посещение выставки в Москве. Затем у меня тренировка. А завтра я опять в 12.00 с вами. Дочка спросила, почему плачу, зайка. Скажи дочке, что мама просто посмотрела грустный фильм. Все, спасибо вам огромное. До свидания. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова